Всем привет, ребят! С вами обзор.ком и у нас для вас обзор новинки от компании Verne V2 Pro. Защищенный смартфон с 8-ядерным процессором, 6 и 64 гигабайтами памяти, емким аккумулятором с быстрой зарядкой 4G, Android 8.1 и здесь еще есть NFC с бесконтактными платежами. В России официальных предложений от Verne ждать не стоит. Основным каналом будет выступать китайские интернет-магазины. Gearbest он доступен примерно за 17,5 тысяч рублей. Поставляется в белоснежной коробке. Комплект включает зарядное устройство с евровилкой, USB-кабель, переходник USB на аудиоразъем, руководство пользователя и гарантийный талон. Вышел Verne V2 Pro, двухразветка корпуса, черная и черно-красная. С учетом наличия защиты от воды, выглядит смартфон хоть и громоздко, но аккуратно. Тут отсутствуют выступающие прорезиненные блоки. Вместо этого используются сочетание из прочного пластика и металла. Тыльная сторона корпуса с мелкоточным рисунком, улучшающим хват и хорошо скрывающим возможные царапины. Смартфон может похвастать защитой от воды и пыли по стандарту IP68. Для ее обеспечивания разъем USB Type-C закрыт защитной заглушкой. Аудиоразъем тут отсутствует. Или пользуемся комплектным переходником, или переходим на беспроводную акустику. Интересно, в этой модели реализован лоток под пару SIM. Он извлекается без ключа скрепки. Его края внутри с резиновым уплотнителем. Он гибридный. Пользуя нужно будет расставить приоритеты между дополнительной SIM или увеличением памяти. На правом торце кнопка включения и качелька громкости. Слева добавлена дополнительная кнопка, отвечающая за создание скриншотов и снимки, в зависимости от активного в данный момент приложения. Динамика и микрофон дверная V2 Pro защищены от попадания влаги. Громкость достаточно высокая. Модуль основной камеры с двумя объективами. Снаружи защитное стекло. Рядом датчик сердечного ритма, объективная зона сканера отпечатка пальца и светодиодная вспышка. Фронтальная часть смартфона со стеклом, устойчивым к механическим повреждениям и царапинам, края с закруглениями. Есть олеофобное и антибликовое покрытие. Поверхность приятна тактильно. Верхняя рамка с разговорным динамиком, объективом фронтальной камеры, дополнительной камерой, датчиками приближения и освещения. Здесь же есть дополнительная вспышка. Сенсорные кнопки перенесены в интерфейс. Визуально производит приятные впечатления. В руке ощущается увесенным бруском. Сам дизайн достаточно приятен. Вес составляет 259 граммов. Изображение вводится на 6-дюймовый дисплей с разрешением 1080 на 2160 пикселей. Соотношение сторон 18-9. Это S-IPS матрица с широкими углами обзора. Яркость экрана высокая, хороший контраст. Рамки вокруг экрана узкие. Отдельные пиксели незаметны при близком рассмотрении. Верная V2 Pro позволит с комфортом наслаждаться разноплановым контентом. Сенсорный слой распознает до 5 одновременных касаний. Реагирует на нажатие точно. Построена новинка на 8-ядерной платформе Mediatek Helio P23. 8-ядер Cortex-A53 с графикой Mali-G71 MP2. Располагает 6 гигабайтами оперативной и 64 гигабайта внутренней памяти. Такие объемы не встретить в этом ценовом сегменте. Современные игры работают на высоких настройках графики. Работает стабильно, без зависаний. Поддержка работа в сетях LTE со скоростью до 150. Проблем с качеством приема, скоростью и передачей голоса за время тестов замечено не было. Bluetooth 4.2 поддержит A2DP. Wi-Fi в диапазоне 2,4 и 5 ГГц. За время тестов мы проверили работу NFC. Бесконтактные платежи работали корректно. Смартфоны использовались для оплаты покупок в терминалах. Это редкость, но верная V2 Pro может похвастаться еще и хорошей автономностью. Установлена батарейка с емкостью 6200 мАч. При включенном экране зарядка потребуется через 11 часов. В обычной эксплуатации зарядка будет требоваться раз в 2-2,5 дня. Поддержка быстрая зарядка с напряжением 9 Вольт и силой токой 2 Ампера. Основная камера с двумя модулями 21,5, у фронтальной разрешения 13,5. Качество в съемке хорошее, интерполяции тут нет. В дневное время автофокус цепкий. Смазанность в ночное время возможна от особенностей еще и ранней прошивки. В приложении камеры доступны фильтры, творческие режимы и профессиональная съемка с ручными параметрами. Загрузить исходные файлы можно в текстном обзоре, ссылка в описании к этому видео. Установлена операционная система Android 8.1. Здесь есть надстройки от производителя в режимах настройки и ряде параметров. Китайского рекламного софта в памяти нет. Из дополнительных приложений отметим наличие утилиты для проведения замеров сердцебиения и количества пройденных шагов. Верне V2 Pro нам понравился. С учетом своей стоимости он предлагает высокий уровень быстродействия, четкий дисплей, хорошая автономность, большой объем оперативной и внутренней памяти. Из редкости для китайских, да и тех смартфонов, которые представлены официально в России, тут есть работающий NFC с бесконтактными платежами. Для тех, кто следит за здоровьем, будет полезен шагомер и датчик сердечного ритма. Защита от воды, пыли и механических воздействий предотвратит выход из строя при неаккуратном обращении. С удовольствием обсудим с вами Верне V2 Pro в комментариях. Всем спасибо и пока-пока.